Нужно от тебя одно слово про Яндекс. Может быть любое, прилагательное, глагол, существительное, любое. Пусть это будет слово свободы. Удивить. Любовь. Интеллект. Ребус. Водитель. Пришло в голову английское слово. Релейтабл. Люди. Перфекционизм. Отвага. Пробовать. Быть. Такси, аэропорты, комфортные дома, развлечения и умные нейросети – это Яндекс в вашей жизни. Но внутри компании есть и своя жизнь, которая не укладывается в формулы и алгоритмы. Это серия про людей, которые делают Яндекс и их правила жизни. Есть такой термин «профессионализм», который так попросту означает, что ты должен, значит, оставить там за порогом, за дверьми эмоции свои. Мне кажется, это абсолютно не работающая, хотя очень популярная какая-то такая вот модель психологическая. Мне классно, когда можно что угодно открыто обсуждать, в частности, личные какие-то вещи и давать какое-то семейное, в лучшем смысле, тепло. То, что я лично стараюсь делать со своими командами, это открыто в частных разговорах обсуждать любые проблемы и проявлять заботу человеческую. Почему-то есть представление, что эмпатия — это вот про розовых пони, но это не так, да? Это про то, чтобы у тебя команда через три месяца не была выжжена так, что не может продолжать делать проект, что у тебя каждые там, не знаю, полгода увольняются люди. При этом это не означает, что человек не должен работать там 24 на 7, если он хочет так работать. Очень важно просто, чтобы человек получал за свой вклад то, что он хочет, да. И я сейчас не говорю про деньги, потому что все получают зарплату, да, но кому-то важна похвала руководителя, кому-то важен процесс совместного придумывания чего-то, да, и кому-то важно ощущать себя полезным. Вот мне кажется, вот эти потребности очень важно слышать. В этом году я выучил вот такой урок. Если ты работаешь с кем-то в команде, и у тебя есть сотрудник или менеджер, то ты не имеешь права оставить его одного. Даже если это самый золотой, гениальный, талантливый, мегаэффективный человек, ты не имеешь права на ней, даже в течение, там, не знаю, недели полностью отключиться. Потому что каждому из нас нужно, нужно внимание, нужна забота, нужно второе мнение. И если ты начинаешь этим пренебрегать, все деградирует. Мы как бы держим друг друга. И руководитель помогает держаться людям, которые с ним работают. Особенно вот в стрессовой ситуации. А чего я могла привнести, совершенно точно я могу сказать, это некоторую взрослую позицию. Прям не родительскую, а вот то знание, которое у меня точно вообще уже много лет есть, что команда эффективна, когда у нее есть понимание, что они в безопасности, что они могут ошибаться, что это нормально. Но при этом понимают, что в следующий раз надо сделать по-другому. Мне кажется, что людям надо, во-первых, давать кислород. Если человек хорошо понимает, как правильно, и он может это обосновать, то надо давать ему возможность делать так, как он считает правильно. Если человек может на цифрах понятно объяснить, почему делать надо по-другому, не так, как ты думаешь, то мне кажется, что вот наша культура подталкивает к тому, что надо делать так, как факты того требуют. Это вот прям такое, мне кажется, хорошее правило. Моя core-команда знает, что на самом деле надо, типа, пять раз меня послать. Если шестой раз пришел, наверное, можно, правда, еще раз пойти вникнуть. У меня есть такая фраза «execute decision» такой. Это значит, что мы больше не спорим, просто делаем, как я сказал. Я пользуюсь этим правом всего лишь несколько раз в год в вопросах, которые мне кажутся ультраважными, либо, мне кажется, споры уже абсолютно бессмысленными, где просто надо принять решение. Наличие, как бы, критики, наличие альтернативных мнений тебя заставляет постоянно рефлексировать и защищает от самодурства. Ты можешь прийти с недостающим опытом, да, у тебя еще может не быть доверие в той сфере, в которой ты действуешь, но благодаря тому, что кто-то постоянно критикует, подкидывает какие-то альтернативы, задает провокационные вопросы, подвергает сомнению то, что ты делаешь, вот эта штука тебя защищает. Я думаю, что благодаря этому у нас получается давать людям новые роли и вызовы, в которых они, возможно, раньше не имели никакого опыта. Споры у нас возникают часто. Яндекс — это в компании, в которой нельзя приказать. И действительно, вот я примерно на любом уровне не представляю пару руководитель-подчиненный, руководитель любого уровня и подчиненный любого уровня, чтобы прошел приказ, и он не вызвал никаких вопросов, просто все перешло к исполнению. Культура обсуждения у нас, конечно, в крови, и обсуждается примерно все. Атмосфера споров, обсуждений и всего остального — это и правда хорошо. Другое дело, что за это можно прятаться, когда ты не хочешь принимать решения. И ты можешь ходить бесконечно совещаться и говорить, ой, вот с этим поговорил, а еще с этим поговорю и так далее. Но тут, в общем, нужен баланс. Не надо просто-напросто лукавить, что как бы я не принимаю решения, потому что у нас такая культура. Это искажение. Человек не принимает решения, потому что он боится его принять, потому что он не знает, куда это принять, как продать свою идею и так далее. Мне бы хотелось, чтобы меня мог любой сотрудник критиковать. Наверное, до этого сложно добиться. Но тем не менее, вот эта история поиска истины через постоянное несогласие, постоянный челленджинг статус-кво, она какая-то фундаментальная. Мы сделали Яндекс.GPT, это крутая штука. Мы сделали с шедевром, это крутая штука. По улицам ездят наши роверы, они прекрасны абсолютно. Я, GPT, на самом деле был первым вызовом, где не то, что ко мне пришли и ты идешь делать. Я понимал, что это моя область ответственности и мне надо придумать какой-то ответ для компании OpenAI и всей этой движухи в целом. В принципе, такая нервная драйвовая атмосфера, но я чувствую себя как дома. Придумали ли ребята чат GPT? Нет. Смогли ли они очень быстро нагнать передовые продукты, хотя казалось, что это вообще бесконечно долго? Да, смогли. Я уверен, что еще до конца догонят и перегонят. И смогли ли мы как бы первыми в какие-то пользовательские продукты это внедрить? Смогли. Не стыдно брать, копировать чужие идеи и делать их так, чтобы они были там мирового уровня, а то и лучшие в мире. Для многих людей Я, GPT, он стал таким проектом, в котором удалось применить какие-то спящие скиллы. Они сорвались со своих стандартных проектов, теми, которыми могли бы еще заниматься несколько месяцев или лет, и буквально пошли заниматься Я, GPT. Технологический драйв — это то, что в ДНК компании Яндекс — это как будто бы перезапустили гонку поисковиков. Как будто бы тебе дали снова поучаствовать в ней, только конкурентов больше, все понимают, как с чего работает. И вот появляется какой-то, блин, продукт, который, опа, вот из технологии, оказывается, вот так вот можно. И все, и ты снова на старте, и игроков больше, и вы все бежите быстрее. Это, наверное, был один из самых тяжелых проектов в Яндексе. У нас был такой эмоциональный накал, что надо поскорее, надо быстрее, надо бежать. И вот мы бежали, и, по-честному, есть ощущение, что несмотря на то, что был тяжелый бег, это было одно из самых интересных полугодий, потому что мы начали делать то, что мы никогда до этого не делали. Каждый раз, когда мы выходим в команду курьерить, создается бэклог из, не знаю, пятидесяти задач в наш продукт и разработку, и мы доделываем в этом месте продукт. У меня осознанное решение — не закрывать контакты и сети, потому что это тебя заземляет. Сделаем вот это и станет курьером лучше. А потом ты открываешь свой инстаграм, и тебе там курьер пишет, типа, Роман, добрый день, нашел ваш контакт. И не стыдно вам за то, что вы раз, два, три, четыре, пять, и вообще как вы можете управлять как бы сервисом, когда вам настолько все равно? И ты такой, обтек, и пошел работать, пошел менять. Мне ни разу в жизни не было стыдно сказать водителю такси, что я работаю в такси, я очень много времени общаюсь с водителями, но это же, это же твой пользователь. Он скажет, что у него что-то не работает, и тебе надо это исправить. Я не открываю дверь со словами «я в Яндексе работаю, привет». Я сажусь как обычный пользователь на заднее сиденье, пристегиваюсь, мы едем. Я как-то очень часто вижу телефон, в котором наш продукт — таксометр. И если я вижу, что у водителя какой-то дискомфорт, я обязательно поинтересуюсь, потому что, например, для меня лично важно сделать его какую-то day-by-day работу комфортнее. Не менеджеры, сидящие за компьютерами, делают этот бизнес. Бизнес делают люди, которые ногами ходят, развозят, готовят, собирают заказ, рулят такси, все что угодно делают, и они всегда должны быть во главе угла. И у любого менеджера должно быть это устремление понять и разобраться, как оно там на самом деле вообще устроено. Это дает понять настоящую картину, и это дает более эффективное расходование времени. Не сидеть на бесконечных совещаниях и додумывать, как оно там все должно быть, а пойти посмотреть, поработать. Ну что, вот она моя сегодня лавка. Пойдемте вниз, посмотрим, что там происходит. Ну все, я уже на лавке. У меня уже готов мой сканер, с которым я буду работать. Сейчас Лиля, директор лавки, мне покажет, как им пользоваться, и я буду работать кладовщиком. Я собрала 104 позиции в 17 заказах. Директор лавки Лиля сказала, что это очень неплохо для новичка. Не отвлекаться, на самом деле, не отвлекаться. Не думать, что все само собой произойдет, даже в мелочах, потому что оно так на самом деле не происходит. Когда происходит, это везет. И вот этот год научил меня тому, что ставить на это точно не стоит. Когда ты делаешь сервис, ты должен делать его максимально простым, максимально предсказуемым, максимально понятным. Не должен относиться к мелочам так, как это мелочи, снисходительно. Например, если у тебя 1% пользователей, неважно, это курьеры или клиенты страдают, это не всего 1%, это целый 1%. Огромное количество людей с нетерпением относиться к bullshit, например. Если увидел что-то валяется или плохо сделано, не проходи мимо, сделай, это хорошо. И вот, мне кажется, совокупно, когда ты просто таким вещам следишь, оно как-то тебя двигает куда-то. Есть такое нормальное свойство человека, если ты делаешь свой продукт, то ты к нему привыкаешь. Если у тебя где-то там было, где-то пластырем залепил, где-то там чего-то на пару ржавых гвоздиков прибил со словами, что пускай там повисит какое-то время, и задача руководителя постоянно тыкать палочкой и не давать привыкнуть вот к этим недостаткам, постоянно тормошить, постоянно обращать внимание. Ребята, у вас тут плохо, ну посмотрите, это же некрасиво, это же несовершенство. При этом не лишая людей желания действовать самостоятельно, самим решать, как должен развиваться их продукт, быть хозяинами продукта. Потому что, мне кажется, что если из людей в Яндексе уйдёт вот это чувство хозяина того, что ты делаешь, Яндекс перестанет быть Яндексом. Я думаю, что на каком-то уровне каждый руководитель должен уметь делать руками. Это может быть не экспертный уровень, но условно посмотреть на код и понять, полный бред там написан или нет, суперполезное качество. Дальше, если есть какая-то богатая разработческая история, это будет, конечно, несомненным плюсом. Легче заставить себя уважать, легче контролировать, что происходит. Легче, если это необходимо, действительно погрузиться вплоть до деталей в какую-то область. Менеджер, у которого нет технической подготовки, любви к технологиям, здесь в Яндексе просто бесполезен, потому что многие проблемы скорости, забагованности и так далее начинаются и заканчиваются непосредственно в коде. И единственный способ это исправить, это быть hands-on на том, что ты делаешь. В общем, я всегда считала суперважным разбираться в предмете, в котором ты какой-то профессионал-эксперт и так далее. Поэтому вся моя стажировка, там кулинарная вот эта вот часть, она никогда не была для того, чтобы я стала шефом. Потому что это немного не то мое устремление вообще быть шефом. У меня всегда было стремление очень хорошо разбираться в том, что я делаю. Ни один там производитель, ни завод, ни один из там членов моей команды не может сказать, не получается, потому что не получается там. Знаешь, главный пример, такой самый заметный для меня, это винегрет с квашеной капустой. На полках сетей есть винегрет с квашеной капустой, а у нас не было. И я пытала завод месяца четыре, наверное, чтобы они тоже сделали винегрет с квашеной капустой. Они страдали очень активно и говорили, нет, у нас не получается, она сдувается, эта капуста киснет, мы не можем найти. Такие ребята, это будет профессиональная неудача. Это точно совершенно можно сделать. И ребята смогли. Это был такой непростой год, где много было задач внезапных. Организация офисов в других странах для наших сотрудников и развитие этих офисов. Нам нужно было обеспечить им комфортную среду для работы. На тот момент было важно, что есть люди, которые верят в компанию, и они хотят оставаться здесь, несмотря ни на что. Мне кажется, что самое главное, что удалось, удалось не потерять людей. Ну, люди, которые просто горят своим делом, что ли, хотят продолжать делать то, что делали, независимо от внешних обстоятельств. Я и моя команда приняли осознанное решение остаться. У нас есть изумительная мечта. У нас есть технологии, которые позволяют людям по всей стране получить то, чего у них не могло бы быть без нас. Вкус, красоту, знания, новое качество жизни. Растиражировать это дальше, чем у КАД. У нас есть такая возможность. Мне нравится это видение. За него я готов работать столько, сколько нужно. И я очень люблю и восхищаюсь основателями Яндекса. И Ильей, и Аркадий. Это безумно великие люди. От них остался бессмертный смысл. Этого достаточно, мне кажется, для того, чтобы каждый день ходить на эту работу. Что-то мы живем в такую эпоху быстрых перемен, что иногда за ними не успеваешь, эмоционально не успеваешь. Порой хочется, чтобы многое в нашей жизни, что произошло, не происходило бы никогда. И периодически чувство такой не то, что безнадежности, а, скажем, сильной и порой обоснованной тревоги за будущее накатывает. В Яндексе есть такое мероприятие, называется учение. Это когда мы по питанию отключаем один из дата-центров, и все сервисы должны работать. Конечно, никто не ожидает этот момент, что они будут работать лучше. Что-то деградирует по качеству, какие-то мелкие внутренние сервисы, которые не связаны с пользователями, могут даже отвалиться. Мы где-то внутри недовольны, но нормальный пользователь ничего не замечает. Все как работало, так и работает. Вот мы сейчас, как компания, проходим через такой стресс-тест. Оказалось, что у нас прям такой серьезный и мощный запас прочности. Большое количество людей бесит, что я одержим идеей про много работать. Вот то, что я и говорю. Одни и те же люди. Херачи Содрадонычи и пустые OpenSpace, как бы. И это самый, наверное, частый спор в командах. Вот, надо работать не часами, а головой. Не все могут работать столько, сколько ты. У нас есть семьи, поэтому есть другие дела. И вообще должна быть жизнь. Понимаю, почему людей это бесит. И невозможно всех под одну гребенка подгрести. Даже внутри моих команд, безусловно, есть разная интенсивность работы. И да, в этом месте я идеалист. Мне кажется, что если ты нашел дело, которое бесконечно любишь, то ты будешь стремиться в нем делать как можно больше. А это действительно приводит к большему количеству часов на работе. Рома молодой, и мне кажется, у него есть ощущение, что это такой спринт. Мне правильным кажется какой-то баланс, когда, с одной стороны, совершенно классно и окей посидеть хоть до трех утра местами, но при этом в среднем ты должен восстанавливаться и держать себя в тонусе. Я всем говорю, что это основная задача, на самом деле, людей. Отдыхать столько, чтобы быть в порядке на работе. Ты прикасаешься, либо даже создаешь что-то великое. Ты растешь, у тебя есть карьера, есть деньги и возможность смотреть на созданную твоей командой. Ну, у тебя же есть как бы еще аспект, что тебе сложно иметь в классическом понимании гармоничное отношение в семье. Не очень кто-то хочет встречаться с человеком, для которого работа настолько много места занимает в жизни. Это ложная вообще дихотомия, думать, что работа в найме – это отсутствие свободы. Свобода, она не начальника ни в каком состоит, она где-то там внутри, собственно говоря, у человека, у любого. А можно, ну, как бы, правда, разобраться с самим собой и построить вообще свою жизнь, свой рабочий день и все остальное так, чтобы и быть полезным бизнесу, и самому, ну, как бы, баланс жизни соблюдать. У меня иногда задается такой вопрос, который меня, как бы, в тупик немножко ставит. А какое у тебя хобби? Да нет у меня хобби. Мне, у меня нет времени на хобби. К бабушке езжу с работы напрямую между встречами, пока она в городе. В общем, комбинирую для того, чтобы не потерять то, что составляет вторую часть моей жизни. Всем привет! Сегодня мы на кухне ресторана «Слоу барбекю». Сегодня воскресенье, и мы жарим мясо. Более того, где ты можешь съесть? Прожарки, пожелания есть. Медиум. Медиум. Хорошо. Рома, почему мясо? Я и рыбу тоже люблю. Просто мясо – это страсть, а рыба – это поесть. Рома, воскресенье, в особной день не жалко? Ну, я когда вот из самолета вчера поздно ночью вернулся, понял, что я не поспал в полете, нужно утром встать. И чуть-чуть такое было мышление, знаешь. Жалко только себя немножко, а воскресенье не жалко, потому что это любимое дело. У меня работа есть увлечение, но они имеют способность сжиматься и разжиматься в зависимости от того, насколько сейчас горячий период. Это спортзал, я занимаюсь тяжелой атлетикой, это пианино и итальянский язык. Ты приходишь в спортзал, через полтора часа ты выходишь в спортзал, и у тебя как будто разложилось все по полочкам в голове. Последние 10 лет меня многое связывает с поездками в Бутово. Это такой классический подвальчик. Там звучит ретро-ФМ, и там офигенный совершенно тренер, эталон экстраверта, эталон эмпатии, у которому есть чему поучиться не только в плане штанги. Да, это Леша Гусаков всех нас привел в Бутовский подвал и заставляет там тренироваться. У меня довольно четкий режим, я всегда встаю примерно в 6.30. У меня есть четко отведенное время на то, что я знаю, мне дает подпитку какую-то. Я хожу в спортзал, никогда не пропускаю тренировки, я занимаюсь музыкой. Яндекс действительно это лейбл, который старается поддерживать и развивать как уже в общем ставших в этом лейбле очень известных артистов, так и все время подпитываться новыми идеями творческими и давать им дорогу вперед. Портал, мне кажется, это скорее электронная музыка. И это такой сплав очень человечного и, казалось бы, в некотором смысле античеловечного, холодных машин, на стыке которого рождается какая-то удивительная красота. Мне кажется, что футеха «Еда» — это из каких-то аналогий, которые мне в голову идут, это босанова. Это музыка, бразильская музыка, бразильский джаз, можно так сказать, основой которой является какая-то жизнерадостность. Полное ощущение человеческих эмоций. Почему-то мне кажется, что райтех — это рок-музыка. Рок характерен сплавом, с одной стороны, опять-таки романтичности, с другой стороны, что-то очень такого приземленного жизненного здесь сейчас. На этих занятиях здесь главное — это путь. Леша, может быть, и мальчик-адуванчик, но он поднимает 200 килограмм без особого труда над собой. Даша, почему в дождь так дорого? А вот это? Какая-то фигня, сделай что-нибудь. Ты можешь это сделать. Что я могу сделать больше? А вот тут что будем делать? Ну, вот тут, наверное, вот так. А если вот эти что-нибудь такое скажут? Ну, тогда мы вот так сделаем, все будет классно. Ты просто лучший сотрудник. Сотрудник года просто. И вот тебе медаль. Нам стало повеселее жить. Вот. И веселимся до сих пор. Я супердоволен. Вот зачем мы снимаем этот як? Чтобы рассказать про то, какие мы, и найти людей, которые захотят работать у нас. У нас за кадром ругаются остенты, что ни на одну встречу мы с тобой не успеем. Но мы сейчас сидим и это обсуждаем, потому что это важнее для будущего Яндекса, чем пойти сейчас на очередной зум и принять какое-то очередное решение. Может, важное, может, неважное. Скорее всего, не принять, потому что мы в Яндексе с первого раза не умеем их принимать. Но не потрать время на этот разговор.